Здравствуйте, в эфире в Центре Внимания, в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о том, как увлечение превратить в бизнес. У нас сегодня в студии находится руководитель Академии Шитья Елена Щипцова. С ней будем вести беседу. Здравствуйте, Елена. Елена, Академия Шитья появилась относительно недавно, насколько я понимаю. Сколько она уже существует? Сама Академия появилась три года назад, а моей она стала летом 2019. А, вашей стала. В смысле, там было уже что-то до вас существовало. Смена руководства. Вы почему заинтересовались этой темой? Неужели сейчас действительно есть такая тенденция к тому, чтобы люди сами захотели учиться шить? Хотя, кажется, и так у нас все доступно. Конечно, масс-маркет нам предлагает одежду, и их много, этих магазинов. Но здесь вопрос качества этой одежды. А, во-вторых, это стандартная лекала, когда есть стандартный размер, а девушка может быть, допустим, с пышной грудью, с осиной талией, и ей кажется, что она вот нестандартная. Но на самом деле просто это лекала, которая ей не подходит. И тогда она стремится к тому, чтобы на нее сшили, или она сама смогла сшить на себя хорошую одежду. Стандартов не существует. Конечно, не существует. Косота, она индивидуальна. И плюс, это же качество еще. То есть хорошая ткань, и вещь, которая тебе нравится внешне, ты смотришь, там, допустим, полиэстер, искусственные ткани. А хочется, там, или как, другой цвет, допустим. И тогда именно шитье позволяет женщине носить именно то, что она хочет. Слушайте, ну одно дело, правда, вот, ну, те, кто действительно там, как говорят, с руками, да, что действительно у них получается это легко, а другое дело на поток этот процесс опустить обучение. Вы же действительно обучаете большое количество достаточно людей, правильно? Сколько у вас проходит вот в одной группе и как часто? Если говорить об одной группе, то это 3-5 человек. Практически такое, ну, почти индивидуальное обучение. Обучение у нас в основном вечернее или в будние дни, один раз в неделю. И группы уже по набору, по желанию, по набору. Если это 3 человека, ну, значит, будет 3 человека обучаться. Ну, вот сколько уже обучено? Приблизительно хотя бы считали? Это десятки, сотни? Честно, я такую статистику не веду. Приходят люди, отучились, то есть без такой какой-то вот подсчета такого конкретного. Сколько нужно времени, чтобы обучить людей, ну, так, что-то уже суметь шить? Конечно, меня всегда, ну, немножко забавляет. Это вопрос, а я вот после этих курсов смогу шить на заказ? Да, да, да. И здесь я бы хотела сказать большое уважение тем, кто на самом деле долго учился. Это портные закройщики. Потому что это труд ни одного дня. И многие, даже получив образование, которое там, они получали там 3-5 лет, они учатся до сих пор, постоянно совершенствуются. Конечно, вы получаете там минимальные навыки для того, чтобы шить, но это все приходит с опытом. Мы стараемся помочь сделать и первые шаги, и помогать корректировать какие-то выкройки. Поэтому это долгий путь, но он благодарный. Сколько людей работает у вас для того, чтобы передать вот это вот мастерство и пустить его в массы? Сейчас у меня три замечательных преподавателя. Я их очень сильно ценю, потому что на самом деле мастера своего дела. И если кто-то пожелает вступить в наш коллектив, работать вместе с нами, то всегда пожалуйста. Ну то есть клиентов хватает, да? Желающих учиться хватает? Желающие есть, и даже те, кто приходят первый раз, они заражаются вот этой энергией. Потому что на самом деле это приятно. Это не только еще результат, но это и коллектив, это общение друг с другом. И мне очень приятно, когда люди возвращаются. Это для меня такой показатель, что значит все было правильно. То есть у вас не только какая-то база, да? Вы дальше продолжаете работать или с этими людьми, или с новыми, по каким-то темам отдельно. Это отдельные курсы, да. Курс там по пошиву того или иного изделия. Допустим, сначала юбка, потом блузка, платье, брюки, жакет. Поэтому, конечно, когда говорят, что я абсолютно не умею шить, но хочу жакет. Ну, я могу, конечно, сказать, что все мы хотим писать стихи. Но сначала нам нужно выучить азбуку. Это точно. Вот в этой ситуации идете достаточно поступательно, да? Откуда вообще программа вот эта обучающая? Как-то это свой опыт переработанный? Так как у меня, в принципе, опыта пошива как такового немного, только он такой частный, то, конечно же, эти все программы, они сертифицированы именно Академией Бурда, общероссийская. Это франшиза, которая работает у нас на территории города Благовещенска. То есть пришлось потратиться на франшизу, да? Ну, это сеть школ, да. Нужно было, я так понимаю, купить и швейные машинки, или же как, и материалы опять же закупать? Это оборудованный класс, который оборудован швейным оборудованием, в том числе и швейные машинки. Да, он полностью готов к тому, чтобы работать. Первоначальные вложения большие вообще в такой бизнес? Я не очень люблю, честно, финансовые вопросы, вот, потому что они, ну, они существуют, конечно, в любом случае. Но главное, я понимаю, что главное не это, но тем не менее надо было вложиться изначально. Я знаю, что у вас была возможность выиграть, получить грантовую поддержку. Это как-то помогло, дало какой-то толчок. Если мы говорим о гранте, который я получила как раз-таки в июне месяце, это на полмиллиона, то этот грант полностью направлен на закупку материала, на обучение. Никакой техники, никакой поддержки именно как такового бизнеса здесь нет. Полностью каждый чек идет отчетный именно только по работе. То есть это конкретная была программа, да, по которой вы, собственно, и отрабатывали. Да. Программа, которая помогает беременным женщинам в непростой жизненной ситуации. Если мы будем говорить о бизнесе, то это больше, это даже не ноль, это минус, потому что здесь прибыли быть и не может. То есть все пошло в дело, да, фактически? Все идет в дело. Продолжается. Частично даже, это иногда бывает и мой ресурс, это и время, которое затрачивается. Но это такой, высоко, кажется, культурализм, но просто мне это нравится. То есть делаете для удовольствия этот проект, правильно понимаю? Да. Ну вот именно вот этот. Да, мне нравится. Хватает, кстати, опять же, людей, которые к вам приходят со своими жизненными историями, которым действительно, вот, возможно, такая помощь очень необходима. Да, к нам приходят на обучение как раз-таки будущие мамы. Кто-то узнает о нас в социальных сетях, кому-то кто-то передал, где-то я пытаюсь найти этих девушек. Приходят, я надеюсь, что мы им помогаем. С одной стороны, хотела бы сказать, что хотелось бы, чтобы было меньше людей, которым требуется поддержка. Да, безусловно. Чтобы у всех было, все было хорошо. Вот. Но я не прошу ни одной справки, не прошу никаких доказательств. Я, ну, надо же верить людям, что им нужна поддержка. Это самое главное. Проект был направлен на то, чтобы помочь. Поэтому пытаемся помогать. Ну, я так понимаю, еще есть возможность взять кого-то? Вот если вдруг зрительницы только услышали о вас, узнали, можете еще? Есть места или уже нет? Как минимум до мая месяца. Постоянные группы, потому что у нас 6 занятий. Следующая группа, 6 занятий, следующая группа. Поэтому, конечно, пишите, звоните. Всегда только за. Как планируете развиваться? Потому что бизнес – это всегда, тем не менее, какое-то небольшое, но поступательное развитие. Есть какие-то планы интересные, возможно, задумки? И вообще, насколько перспективен этот бизнес, вот именно, вот как бизнес? Я, наверное, неправильный предприниматель, неправильный бизнесмен абсолютно, да? Потому что я, наверное, не всегда все высчитываю там в прибыль и в то, что приходит. Но, конечно же, как говорят, плох тот солдат, да? Конечно, у меня уже есть там, потому что были там одни какие-то там вопросы, которые решались осенью проблемы, так, да, которые мне требовали от меня времени. И как только я их решила, у меня появилось свободное время, появились новые мысли, что что-то надо следующее. То есть, вот, и да, у меня есть такие мысли, ну, пока это только-пока только мечты, вот. Но хотелось бы, конечно, да. С детьми работать, не знаю, какой возраст вообще самый ваш? Вот кто ваш клиент? Если говорить о том, кого мы готовы принимать, ну, это там 12-13 лет девочки, и до, там, пока женщина витит иголку, да, пока она может что-то или хочет что-то делать. Если мы говорим о том, кто приходит, то чаще всего это, наверное, возраст 30-45 примерно, ну, мне так кажется, что это, например, такой возраст, и очень часто приходят первым самые фразы, это я последний раз шила в школе, и я, а я неужели что-то смогу, я вообще не помню, как это, что-то там машинки были, да там вообще ножная машинка была какая-то, или ручная. А в итоге... Перестроиться. Да, а в итоге потом она стоит перед зеркалом, она смотрит, любуется там, она за нашитую свою вещь, юбку, и, во-первых, радуешься, что, да, она смогла, она сама видит, что вот я могу, и она говорит, а я приду на работу, похвастаюсь коллегам, какая я молодец. Я думаю, да, ты реально молодец. Ну, наверное, в это время, да, современная стремительность, нам очень важно что-то, к чему-то прикоснуться и что-то из ничего создать. Поэтому я думаю, что ваш труд действительно очень достойный. Вам спасибо большое за интересный эфир. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостях была замечательная гость, руководитель Академии шитья Елена Щипцова. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова